Здравствуйте! Это программа «Неизвестная об известном». С вами я, Дмитрий Седов. В Музее Победы на экспозиции «Подвиг народа» есть павильон, посвященный Великому Новгороду в годы Великой Отечественной войны. Среди всех прочих гитлеровцев выделяется организатор расправ над советскими гражданами, генерал Курт Херцег. В левой руке он держит офицерский жезл. Именно об этом атрибуте мы и поговорим в этом выпуске. Офицерский жезл, офицер-штаб – это статусный символ в немецко-фашистской армии, обозначающий авторитет носителя. Его внешний вид в разных странах и разные периоды времени мог варьироваться – от изукрашенной кавалеристской плетки до небольшой дубинки, изначальным предназначением которой было наказание провинившихся солдат. Маршальской версией является жезл-маршал-штаб. Он произошел от жезла «команда-штаб», который был символом авторитета командира в период позднего Средневековья. Традиция использования тростей и жезлов как символов высокого статуса родилась на территории античных Греции и Спарты. Древнегреческий философ Плутарх писал, что полководец Гелиб во время осады Сиракуз в 414 году до н.э. использовал жезл в качестве своего символа власти. После традиция ношения тростей перекочевала в Римскую империю. Ими пользовались госслужащие в качестве нелетального оружия для самообороны. На жезле Курта Херцека написаны две буквы «КБ» – «канунен батаре», что в переводе с немецкого означает «пушечная батарея». Это сочетание вполне подходит его званию – генерала артиллерии. Яркий окрас делает жезл более заметным, что позволяло его использовать вместо флажков при координации залпов батарей. Во время Первой мировой войны многие офицеры быстро продвигались по службе, за что высокопоставленные командиры считали их выскочками. Курт был одним из таких – выскочек. Вполне возможно, что в качестве своей трости он мог использовать старые артиллерийские жезл. Херцег успел сотворить немало чудовищных вещей. По его приказу был демонтирован памятник Тысячелетия России, а также сняты и переплавлены золотые купола Софийского и Георгиевского соборов Юрьева монастыря. Но все это меркнет по сравнению с карательными операциями в деревнях. Жестяная горка, где было убито 2600 человек, и Черная, где каратели убили 1100 человек. Людей пытали и отрубали им конечности. На сегодня все. Еще больше программ смотрите на сайте Музея Победы. С вами был я, Дмитрий Седов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok